Виталий, приветствую тебя! Торговая сессия среды. Наш с тобой второй эфир за неделю. И, как и всегда, мы говорим о финансовых рынках, о самом интересном, что нам окажется, что может принести прибыль. Так вот, о сделках смотрим на инструменты с технической точки зрения и с фундаментальной. Даем, друзья, вам дополнительную информацию, вы фильтруете ее, пропускаете через вашу торговую систему и уже на выходе у вас должны быть конкретные трейды. Удачи вам всем желаем, потому что сами, так же, как и вы, торгуем, спекулируем и так же, как и вы, являемся полноценными участниками финансовых рынков. Но единственное, что всегда контролировать риски, не забывайте про это. Мы с Виталием вам об этом говорим каждый наш эфир. Это очень важно. Так, ну что, сегодня у нас среда, по сути, завтра день благодарения. Считается, что сегодня рынок будет активный, поскольку отсутствие на глобальных рынках американских трейдеров – это основа низковолатильности. И обычно, кто смотрел, не поленился, как рынки все показывали в последние три года, в день благодарения, все было верно. Возможно, будет то же самое. Сейчас, скорее всего, так и будет. Но сегодняшний день может быть очень интересным на движение, поскольку сегодня сразу в одну торговую сессию уместили сразу целый блок американской статистики, куча отчетов, личные доходы, личные расходы, индекс личных расходов, который является одним из опережающих индикаторов инфляции, заказы на товары длительного пользования, годовые данные по ВВП, первичные заявки на пособие по безработице. Обычно эти релизы размывают на неделю, а сегодня все в одно время, по сути, в 15.30. И еще протоколы сегодня будут под закрытие уже торгового дня. То есть какой-то сюрприз, опять же, перед закрытием рынка, скажем так, если говорить уже о предстоящем неблагодарении, тоже может быть. Так, я предлагаю перейти к демонстрации КАЗа. Начнем мы традиционно, друзья, давайте с американского фондового рынка и моего традиционного позитивного отношения к нему. 4684 пункта в моменте, снова была небольшая коррекция, которая неоднократно наблюдалась в рамках этого мощнейшего исходящего тренда. Ну, рынок снова выплают. То есть, фактически добрались бы до уровня исходящего среднего, оттуда острел вверх. И вот, пожалуйста, сейчас коррекционируемся чуть ниже 4-х 700 пунктов. Сегодня, как я уже отметил, учитывая мощную статистику, которая точно будет анализироваться не только через позицию вклада в общеэкономическое восстановление США, но еще и с позиции того, как она повлияет на будущее решение ФРС по процентным ставкам. Короче, сильные данные, конечно же, это еще один аргумент в пользу того, что пришло время признать значительное улучшение макроэкономической конъюнтуры и, наверное, пришло время примкнуть резерву к многим центральным банкам, которые уже начали урозначать политику, сокращая программу количественного смягчения и повышая процентный став. Поэтому для американской фонды, скорее всего, будут важными не перспективы того, что произойдет с американской монетарной политикой, а вот непосредственно логичная, правильная реакция на статистику. Хорошие данные для инвесторов – это, конечно же, еще одна возможность докупить, если у кого-то остались еще средства и желание ждать более высоких уровней. Я думаю, что все-таки восходящий тренд сохранится, поэтому, друзья, как и всегда, рекомендую вам рисковать. По СНП брать его на коррекциях и ждать более высоких уровней. Так, по золоту неделя тотального обвала. Опять же, хорошо то, что в прошлый раз рекомендовал привести его в бутербург, потому что, ну, сами все прекрасно видели, рынок драгоценных металлов, в данном случае бренд с 1850, точнее, золота 1850 улетел в район 1786. Сейчас 1792, но поскольку золото игнорирует фундаментальный фон, связанный с тем, чтобы его можно было бы купить из-за ковидных рисков, его можно было бы купить из-за рисков инфляции, а в целом реагирует на укрепление доллара и повышение доходности трежериса, я рекомендую сегодня добавить в анализ по золоту еще индекс личных настроений, который сейчас показывает, что большинство его покупает. Поэтому давайте попробуем дожать пониже и зашортить прямо с текущих уровней, друзья, с топом чуть выше 1800 долларов за трудпунктовый и ждать уже в районе 1750. Так, рынок нефти 81.45, здесь сделку предлагаю 82 доллара за баррель, это buy stop с take profit на отметке 85 долларов. Вчера все обсуждали вот это решение Байдена, реализовать, начать реализацию стратегических резервов на 50 миллионов баррелей. Это не только действия США, это скоординированные действия ряда стран, ключевых потребителей нефти. США это только один из регионов. Помимо этого, точно такие же меры, ну, в чуть меньших объемах, будут приниматься и правительством Индии, Китая, Южной Кореи и Японии. То есть в совокупности стратегические резервы могут быть сокращены в перспективе ближайших шести месяцев примерно, если взять в почту все страны, на 65-70 миллионов баррелей. Считается, что это решение оказалось не таким значительным по выбросу на рынок стратегических резервов, как могло бы быть. И этого будет точно недостаточно, чтобы закрыть проблему с дефицитом предложения и, опять же, сместить, опять же, баланс, может быть, в сторону избытка, что, по идее, должно было преследоваться всеми этими странами, потому что им нужно обвалить цены на нефть, потому что только в этом случае начнут снижать цены на топливо. Напомню, что решение о продаже стратегических резервов – это, опять же, то решение, которое принималось для того, чтобы упрощить позиции действующей администрации США и немножечко снизить нокаут страстей, которые сейчас развиваются в Штатах, потому что все жестко хейтят Байдена из-за того, что приезжали на заправочные станции, им приходится тратить на заправку своих пикапов в 2-3 раза больше, чем было при Трампе. Короче, все, познаются в сравнении. В данном случае люди открывают пошелек и просто банально считают, что было и что есть в моменте. Байден, к сожалению, его решение никак на рынок нефти не повлияло. Можно сказать, что на решение о продаже стратегических резервов нет только выдастся. Это может быть следствием того, что уже на следующей неделе состоится заседание ОПЕК 2 декабря. И на этом заседании страны ОПЕК, как ранее обещали, что если начнут продавать стратегические резервы, страны ОПЕК компенсируют вот этот рост предложения за счет более низких объемов добычи. Я думаю, что ОПЕК скорректирует текущую сделку энергетического пакта и объем сокращения будет менее значительный. Поэтому верю в дальнейший рост бренда и WVCI и сделку, в принципе, обозначим. Так, европейская валюта против доллара была цель на уровне 1.12. Мы пока до нее, друзья, не добрались. Я рекомендую дальше шортить. Тейк-профит 1.12, возможно, даже ниже, потому что, как и ранее, ковид, отсутствие возможностей у Европейского Центрального Банка сейчас повысит процентную ставку. Нежелание, в принципе, это делать. Еще укрепление позиций доллара и индекс рыночных настроений. Вот четыре фактора, которые пока что за то, чтобы шорты остались в приоритете. Виталий, слово тебе. Видно рабочий экран мой? Пока грузится, теперь видно. Итак, давайте пройдемся, коллеги, как всегда, по рынку. То, что мы в прошлый раз обсуждали. Итак, китайский рынок подошел к сильному уровню поддержки в районе 87.30. Подождем, какая реакция на данный уровень будет, потому что такое ощущение, что хотят пробить, но если здесь посмотрите, там, 1-2 дня, то уже будет понятно, пытаются ли здесь удержать уровень и стоит ли дальше рассматривать покупки. Из текущих покупки возможно рассматривать очень рискованно со стопом за месячный минимум, который у нас был. Получается, у нас цены были 86, точнее 8 и 3 шестерки, да. Но пока достаточно рискованно, так как по некоторым индексам у меня есть ощущение, что могут разворачивать индексы. Допустим, кто видел там индекс РТС российский, там вообще его убили на процентов 10, там было очень хорошо видно, хотя это все списывают на геополитику, которая сейчас идет в мире, но видно было хорошо по паттернам еще до вот этих всех новостей. Дальше, по S&P 500. Я в прошлый раз говорил обратить внимание по данному индексу на уровень 87.10, условно, да, там 87, точнее 47.09 примерно я назвал уровень. Сделали мы ложный пробой, как раз получается в понедельник хороший такой, и в моменте, когда делали ложный пробой, я со своими подписчиками шортили его, сейчас находимся в безубытке, посмотрим, будет ли данный индекс с текущих падать или, как вариант, протестируют еще вчерашний хай, и по закрытию дневки можно будет определить, будет ли там шорт. Потому что есть небольшой риск, что можем дальше пойти наверх. И там уже, если обновим хай, то это будет отмена сценария возможного шорта, и это даст плюс, бонус китайскому индексу, возможно, с этой зоны его покупать. Дальше. По золоту за шорт, я бы здесь уже, как бы, возможности текущих будем падать, но, скажем, нет никакого накопления. Вот прошлое накопление, которое было наверху, со своими учениками мы шортили, рассматривали данный инструмент на шорт. Еще в понедельник я говорил тоже, что, скорее всего, за снижением, как раз неплохо отпадали. Посмотрим, что здесь расторгуется. Хороший был какой-то паттерн, вот аналогично, как был в начале октября, вот был у нас нисходящий сентябрь, импульс, хорошее накопление, и вот после такого, возможно, покупать с текущих. Тоже есть восходящий тренд локальный, да, рискованно, но я пока вне рынка по данному активу. По натуральному газу есть такой инструмент, я его не торгую, но в последнее время он такой хайповый был, показывал пики достаточно сильные. Такое ощущение, что вот это накопление, возможно, пойдет вниз, то есть если рассматривать, кто торгует этот инструмент, с текущих 5 долларов у нас за данный контракт со стоплосом, в районе 5.40 примерно. Посмотрим, что получится с этой идеей. Дальше по нефти пока идей никаких нет, достаточно сильно откупили, и вот этот откуп очень сильно похож на, скажем, на предыдущий, который был в начале месяца. То есть здесь я бы подождал, что дальше будут рисовать. Пока еще я за среднесрочное более сильное движение, мы, в принципе, неплохо с максимума отпадали, но хотелось бы пониже, где-то в район 70, возможно, и 65. Но с текущих достаточно сложно сказать. Дальше доллар и иена, которую я советовал шортить, она не сработала, но там была одна ремарка. То есть желательно подождать дневку закрытия, она закрылась плохо, то есть желательно было каким-то пин-баром, ну, аналогично, как вот здесь, чтобы как-то более надежно шортануть. А так, с текущих я предлагал, так же было рискованно, и, кстати, я тоже этим моментом воспользовался и получил стоплос на этой сделке на текущий момент вне рынка. Плюс здесь я не заметил почему-то тренд, трендовый, который я не нарисовал уже, посмотрел, то есть было достаточно, еще был один минус, почему нельзя шортить данный инструмент. Дальше по другим активам – это евро-доллар. Евро-доллар согласен с тобой за снижение. Где-то в районе, получается, понедельника, вот здесь в районе где-то 1.12.70. Скорее мы пойдем вниз, как и золото, возможно, но здесь бы какую-то коррекцию сделать. Плюс смотрел такой актив, который идет вместе с евро, доллар-франк, он сейчас подошел к вот этой дневке, подошел к такому верхней границе треугольника, который у нас идет такой глобальный за последний, точнее, 2021 год. И отсюда, если мы его удержим сегодня, то можем оттолкнуться и уйти на какую-то коррекцию вниз, небольшую или достаточно сильную. И поэтому этот момент подсказывает, что евро тоже может теоретически скорректироваться, но по евро ничего нету в лонг, там сугубо дивергенции, но никакой дневной модели. И как и по другим активам, которые связаны с долларом или сам аналогично индекс доллара, все смотрится на рост доллара. Но какая-то простая коррекция, она возможная, но это без сильных торговых паттернов. Плюс сегодня новости, возможно, они будут каким-то триггером и просто сделают, скажем, какую-то коррекцию, импульс. Вот, допустим, доллар-франк, возможно, там очень рискованно стекущих 93.30 со стоп-лоссом там 30 пунктов, 93.60 попробовать заширтить. Ну и, в принципе, все по рынку. Пока ничего такого по валютам хорошего нету, все в тренде. Торговать контртренд, ну, идея такая не очень, но возможная. Ну и, в принципе, все. Ну, биткоин, он, в принципе, в нисходящем тренде. Если пройдет 55, вот эту поддержку, то, по идее, должен дальше падать. Ну и пока все. Спасибо, Виталий, за точку зрения, за оценку большого количества активов. Следим. Напоминаю, то, что следующая встреча с Виталием состоится уже в понедельник, после Дня Благодарения, когда на рынок уже вернутся все, он уже не будет низко ликвидным, тонким. Я думаю, что следующая неделя будет интересной на движение, поскольку те участники рынка, когда хотят после задержанных выходных, ну, примкнуть к спекуляциям. Тем более, что, друзья, декабрь традиционно очень насыщенный на движение жарких месяц. Это и предновогодняя рождественская ралли, потому что очень многие хотят заработать деньги на подарки членам своей семьи. Многие хеджевики выходят в кэш и так далее. Обо всем поговорим уже в декабре. Это как ты сказал по поводу выходят многих хеджевики в кэш. Было недавно интервью Уоррена Баффета и его партнера, забыл, как его зовут, такой тоже дедуля. Я не знаю, сколько им там, под 80-90 лет они такие сидят на конференции. Там кто-то спрашивает, почему вы столько держите денег в кэше? Почему вы, допустим, не инвестируете эти деньги в фонды индексные разные? Вы бы могли, допустим, если бы вы 10 лет назад инвестировали, вы бы столько-то заработали? Он такой говорит, ну да, мог бы заработать, но, допустим, мы же не знаем, что на рынке может случиться. Вдруг бы я бы эти средства куда-то вложил, откупил бы рынок. Мы знаем, что даже Баффет, когда был 20-й год, обвал рынка, он от многих акций избавился, таких, которые занимаются перелетами, туризмом, то есть тоже недозаработал. Но лучше держать у него где-то 100 миллиардов или сколько там, я не помню точно сумму в кэше. То есть чего-то ждет и откупит, когда рынок будет подешевле. То есть это хорошо, что кто-то держит такие деньги. Ну и по поводу еще, в прошлый раз мы такую тему зацепили, этого самого гриппа китайского. Китайского, да, и есть такая страна, я не знал, кстати, что есть такая страна, знал, что есть такой пролив Гебралтар, знаешь, между Африкой и Испания. А там есть офшорное государство Гебралтар. Я не знал, что оно такое есть, возможно, слышал когда-то. Так там по статистике 99% вакцинировано население. Ну там немного, я не знаю, сколько там тысяч человек. Так фишка в том, что там на днях ввели этот локдаун. Там много, большая вспышка, говорят, болеют. То есть вот, ну, как бы факты такие есть. Посмотрим. Ну да, тоже последим за развитием событий. И по этой теме она тоже влияет на рыночное настроение и на движение. То есть скользь нам, я думаю, придется касаться и обязательно. Ну а там уже, друзья, делайте сами выводы, как и насколько этот фон является значительным для финансовых активов и их будущего. Далее, спасибо тебе, что смог на это время подключиться. Хорошего тебе закрытия недели. Сегодня хорошей торговли. Понимаешь, что новости тебя не особо интересуют, но все же они могут повлиять. Они всегда, новости, почему интересные всегда, они являются триггером движения. То есть если есть на рынке какое-то накопление техническое, то новость, она просто будет как бы даст толчок в движении. А до новостей обычно, как я уже говорил, если условно новости какие-то там четверг, пятницу или среду, то обычно до новостей пытаются набирать там несколько дней, а то несколько недель, две, и потом на новостях уже начинается движение. То есть новости это хорошо, не нужно бояться их там торговать. Понятно, бывают такие новости, которые там вышла новость, и она так красиво в твою сторону так пух, и сразу там пунктов 50, 100, 200, или это как золото бывает, и 300, 400 пунктов улетает. Бывают новости такие, как по ЭЦБ, хотя я давно уже не видел, когда там шпилька в одну сторону 150 пунктов, потом в другую сторону, потом еще раз вниз, и потом куда-то идет. Да, на таких можно получить стоп-лосс, получить там проскальзывание, потому что там такой рынок резкий, потом можно даже там тильтануть, 2-3 стопа, 4 получить. Но если хороший есть паттерн, то он скорее будет без выноса, но это тоже есть всегда риск. Так, ну что, новостей, да, действительно, сегодня будет много, так что, друзья, всем удачной торговли, и увидимся в следующий понедельник. Пока. Пока, удачи. Субтитры создавал DimaTorzok